Всем огромный привет! Хочу показать свой заказ по каталогу Фаберлик номер 17. Сразу хочу всем любителям Эйвона ответить. Меня многие ждут сейчас заказ Эйвона, но он скорее всего будет завтра, если привезли коробки. Сегодня не получилось тоже ничего забрать, но пока ждем. В Эйвон сейчас новая система доставки и с этим происходят некоторые трудности в почтовых отделениях. Но давайте к Фаберлику вернемся. Не смогла я пройти мимо вот такого набора подарочного. Лакомство для тела. Малина и белый шоколад. Сюда входит гель-крем для душа и крем-сорбет для тела. В каталоге 17 этот набор шел по замечательной цене. 179 рублей. Там хорошо очень упакован он. И плюс еще коробка идет в слюде. Я не буду открывать, потому что думаю, я его просто подарю. Замечательный подарок. И красивое оформление самой упаковки. Хотела я давно... Ну как давно? У девчонок смотрю в обзорах новинку. Штрудель с мороженым. Тоже хотела его заказать. Заказала два средства. Там был еще набор крем для рук и жидкое мыло. Но крема для рук нет, к сожалению, у нас в складе. И пришлось взять то, что было более доступное. Я взяла крем-гель для душа. Он кремовый, густой. И взяла второе. Штрудель с мороженым. Так-так-так-так. Отшелушивающий скраб для тела. В скрабе 150 мл. Вот такие там вкрапления. Открывать еще не стала. Потому что даже отсюда через крышку видно, что все зафольгировано. Аромат я потестировала в геле. В целом мне аромат понравился. Пахнет, как мой сын сказал, шарлоткой. Действительно пахнет яблочками. В выпечке. Вот, наверное, да. Самое близкое описание это шарлотка. Мороженое я аромат не почувствовала. Но вот аромат яблочек. В выпечке, да, есть. С желтыми ценниками были некоторые средства. В серии Beauty Cafe. Это моя самая любимая серия. В компании Faberlic. От всего остального я могу отказаться. Но вот Beauty Cafe. Это, я уже много раз говорила, моя любимая серия. Вишневый конфитюр. Если берешь два средства, были они по желтым, по-моему, ценникам. Если я не путаю. А может быть даже и путаю. Ну, в любом случае, я взяла себе жидкое мыло для рук. Вот такое оно симпатичное. Очень вкусный аромат. Ну, прямо настолько реальный аромат. Вишни вместе с косточками. Ну, прямо слюнки текут, когда и пользуешься. Вообще слюнки текут даже от одного оформления. Настолько красивое оформление. Жидкое мыло шло в 17 каталоге по 119 рублей. Но это, наверное, может, дороговато. А может, я путаю. Но в любом случае, сумма со скидкой. Вот у меня тут 71 рубль написано. А крем для рук, который я взяла, он шел. Да, он по 99 шел. Но когда желтые ценники, видимо, скидка большая. По 55 он вышел. То есть оба средства вышли очень недорогие. Единственное, что сейчас в бьюти-кафе все, что является новинкой. И новинки идут не зафольгированные теперь. Ну, я надеюсь, что достаточно плотно вот это держится. Вот теперь на фольге стали экономить. Может, шел вопрос у Фаберлик. Поднимать цены или в чем-то сэкономить. Ну, это я так придумываю. Замечательный аромат тоже у крема. Есть в линейках бьюти-кафе, что ароматы отличаются. Отличаются, например, жидкое мыло пахнет одним. Там крем для рук чуть-чуть искаженный. В этой линейке, в вишневом конфитюре, аромат весь идентичный, похожий. Крем достаточно питательный. Например, у меня мама любит, когда очень быстро впитывается и сразу можно там браться за бумагу и за все. Она сказала, что на руках она его чувствует какое-то время. Для меня это, наоборот, является плюсом. У меня руки сухие и у меня нужно чуть-чуть пожирнее, чтобы крем был. Следующее, что я взяла, это зубная паста. Она шла в предложении на втором, по-моему, шаге. Сколько я не пыталась взять ее по каталогу, всегда на складе ее не было. Я так обрадос, когда она оказалась и на складе, и еще и со скидкой. И с удовольствием я ее взяла. Очень красивая вот эта упаковка. Прям такая блестящая. Так она прямо светится вся. Тут уже более матовая туба сама. Это зубная паста, профилактическое действие. Кислородная, профилактическая для всей семьи. Написано тройное действие. Обещает свежесть давать. Я нигде не зачитываю, как они называются, коды. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, кто до каталога может добраться, те и коды. Вот такое смешное тут. Прям вертолетиком. Фольга лежит. Вот. Вот такая паста. Наконец-то она у меня есть. Буду пользоваться. Ну, всей семьей будем пользоваться, конечно. Еще одно было хорошее предложение. На туалетные водички. Лимитированный выпуск. Сделали четырех водичек. Пондор. Феста де Вита. Шато де Ля Луар. Так, кажется. И третий шармант. Вроде бы так. Только-только у меня прямо вот в пустые баночки ушла шато де Ля Луар. Если я правильно произношу, вот прям поставила. И поэтому я, мой выбор пал именно на эту водичку. Но если бы у меня не было вообще водичек, то я лучше бы взяла либо шармант, либо феста де Вита. Это мои одни из любимых ароматов. Вот с этим именно ароматом у меня, знаете, как от ненависти до любви один шаг. Я уже много раз рассказывала эту историю, как вот этот аромат сначала мне дико не понравился. И мне показалось, что это самый ужасный аромат в серии. Хотя, смотрите, какое оформление красивое у коробки. Но у меня к нему есть какие-то прямо такие чувства нежные, что рука к нему тянется. И все время хочется его на себя нанести. Первые ноты достаточно резкие. И они мне не нравятся, но когда начинается раскрываться аромат, мне очень нравится уже это. Вот так выглядит водичка. Вот это была парфюмированная вода. Тут туалетная. Разницы я пока не отличила, но, может быть, разница в стойкости будет. Но не знаю. Очень красивое оформление, на самом деле. Флакончик вот небольшой, видите, у меня в ладошке. Такой крошечный. Я думала, на самом деле, больше, хотя знала, что 30 мл. Вот если даже их сравнить. Видите? Вот такая разница. Красивый дизайн. Прямо гладкая такая поверхность. Мне кажется, даже как будто светится, отсвечивает. Хорошая водичка. Я ее не могу советовать, потому что это та вода, которую нужно сначала брать пробник и тестировать. Скорее она многим не понравится, чем понравится. Аромат сложный. Но я знаю, что есть женщины, мне писали в комментариях, что этот аромат единственный, который носится. То есть вот у людей, которые любят один-единственный навсегда, он был даже в любимцах. Поэтому такие ароматы лучше все равно тестировать. Он достаточно сложный. Ну и в отношении штруделя. Конечно, я взяла себе кусковой кусочек. Кусковой кусочек. Мыло кусковое. Очень хотела, чтобы в моей коллекции была и эта красивая этикеточка, упаковочка, шуршалочка. Замечательные, конечно, у них вот эти кусочки. 65 грамм. Вкусно, но несъедобно. Но хочется съесть прямо упаковку. Не то, что то, что внутри. И было еще одно предложение. Тоже в отношении мыла. По 35 рублей, если берете 3. И было 2 новинки. Многие девочки уже их показали. Это для крема питательное. В который входит миндальное молочко и молочные протеины. И увлажняющее мыло, в которое входит кокосовое молочко и молочные протеины. Вот такие 2 кусочка. Но так как новинки были только вот эти 2, а взять надо было 3, чтобы было по 35. Я решила добавить прошлую новинку прошлого каталога из серии оранжери, ирис и папоротник. Вот такое душистое мыло с приятным ароматом. Но у меня такое уже было, я в прошлый раз брала. Поэтому этот я, скорее всего, подарю. Вот такой вот был у меня красивый заказ. Маленький, но такой красивый, пестрый, яркий. Прям глаза отдыхают и радуются на нем. Буду листать 18 каталог. Но, насколько я поняла, там новинок нет. Может быть, я не заметила. Но зато есть интересные предложения в декоративной серии. Поэтому, возможно, заказ тоже будет. Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо всем, кто меня не оставляет и смотрит каждый ролик. Ну, или те ролики, которые вам интересны. Мне очень приятно, что вы остаетесь всегда рядом. Всем пока и до новых встреч. Надеюсь, завтра мы с вами будем смотреть заказ Avon и листать каталог номер 3 уже за 2017 год.